В самом Дебальцево, по докладам наших разведывательных групп в городе, крайне тяжелая гуманитарная ситуация. Отсутствует тепло, а также водоснабжение и электричество. Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, оборудовавшего свои позиции в квартирах и жилых домах, мы не препятствуем эвакуации из Дебальцево мирного населения. В течение последних нескольких дней город на своем автотранспорте и автобусах покинуло до тысячи жителей. Кроме того, нам известно, что именно в Дебальцевском котле вооруженные силы Украины несут колоссальные потери. Если полевая артиллерия и бронетехника вооруженных сил Украины, уже подбитая за последние сутки, исчисляется сотнями, то количество убитых бойцов в СУ уже перевалило за тысячу. И вот ответная реакция украинской армии на других позициях и других расположениях в населенных пунктах Горловка и в самом Донецке. И сейчас украинская армия пытается оттянуть силы ополчения, основные и штурмовые бригады на себя. И сегодня же Донецк подвергся очередному минометному обстрелу. Под удар попал Киевский район, который уже можно назвать многострадальным. И он уже семь месяцев подвергается артиллерийским, минометным и реактивным обстрелам реактивных систем залпового огня. Кроме того, в городе Горловка, который находится севернее от Донецка и практически по направлению на Дебальцево, сегодня подверглась также минометному обстрелу, пострадал самый центр города. И кроме того, был частично разрушен храм, который находится в Горловке, основной собор кафедральный этого города. Таким образом, вооруженные силы Украины пытаются отвлечь внимание ополченцев, ополченцев, которые заняты сейчас тем, чтобы сжимать свои силы вокруг котла, где сосредоточены не менее одной четверти всех сил, занятых в так называемой антитеррористической операции. И можно сказать, что Дебальцевский котел – это одно из решающих сражений в том военном конфликте, в том вооруженном противостоянии этих сторон, которое, в принципе, за всю историю этого военного конфликта происходило. Так что сейчас можно сказать, что решается судьба и Донецкой, и Луганской народной республики, и вооруженных сил Украины как таковых. Продолжение следует...